Депутаты Амурского Заксобрания приняли закон о выборах губернатора области во втором чтении. Голосование проходило тайно, тем не менее оппозиционные фракции остались недовольны его результатами. Например, представители КПРФ считают, что муниципальный барьер необходимо снизить с 7 до 5%, а также что главой при Амуре вполне может стать самовыдвиженец. Но эти изменения не легли в основу нового закона. Подробнее у Людмилы Веселовой. Закон в своем первоначальном варианте не прошел. В результате второго чтения он претерпел более 40 поправок. Некоторые предложения были одновременно у разных фракций. Во мнениях совпали представители КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР. Мы предлагали 5%, для того, чтобы как можно побольше набрать подписей, потому что 7% – это очень высоко. И самовыдвижение. Самовыдвижение, считаем, что это конституционная норма, которая должна быть. Мы не имеем права гражданину отказаться в том, что он пришел и сказал, что я хочу баллотировать. Мы совместно с КПРФ готовили. Поступали за 5% наличие самовыдвиженцев. Но, соответственно, это ничего не было поддержано. Для выдвижения кандидату необходимо минимум 224 депутатских подписей, собранные в 22 из 29 районов и городских округов Преамурья. Оппозиционеры считают, что муниципальный фильтр в 7% слишком высок. 5% было бы вполне достаточно. Партии политические, даже тех, кто сегодня представлен в нашем заказательном собрании, просто будет сложно собрать эти подписи. Тоже не поддержали. И поправочку носили еще такую, что на агитационный период губернатор действующий должен уйти в отпуск, чтобы не было потом нареканий, что он использовал свое служебное положение. Еще коммунисты предлагали отказаться от открепительных удостоверений. Но эта поправка не прошла, как и возможность самовыдвижения. Вариант самовыдвижения мы отклонили, потому что в соответствии с федеральным законом это действительно право субъекта, который учитывает особенности территориальные. И плюс создает максимальные возможности для людей статусных, значимых, которые должны быть выдвинуты на пост высшего должностного листа субъекта. Большинство депутатов посчитали процедуру самовыдвижения в Амурской области сложной, поэтому даже человек беспартийный должен выдвигаться партией. Из всех принятых сегодня поправок депутаты называют одну существенную – губернатором не может стать человек, который был отстранен от этой должности президентом страны. В результате в таком виде закон о выборах главы при Амуре был принят во втором чтении большинством. Теперь осталось определить дату проведения выборов. Это народные избранники решили сделать 12 июля на внеочередной сессии, после чего все фракции уже определятся со своими кандидатурами. Людмила Веселова, Игорь Карпов, Новости дня, информационное агентство «Порт Амур».